Доброго времени суток. На связи Накрошаев Олег и сайт Photoshop Сундучок. В сегодняшнем уроке мы с вами, используя возможности палитры 3D, придадим текстуру холста вот этой пейзажной фотографии, а потом разместим на ней логотип, и причем логотип органично впишем в текстуру, которую мы создадим. Вот такая цель сегодняшнего урока. Давайте перейдем к самому уроку. У меня открыта палитра 3D. Если она у вас не открыта, зайдите в меню окно и выберите позицию 3D. Посмотрите на палитру 3D. Мы должны с вами выбрать источник. Это выделенные слои. После этого мы с вами делаем активной радиокнопку «Сетка из набора». Потом раскрываем список ниже и выбираем куб. И нажимаем кнопочку «Создать». У нас создался 3D-объект. Что это 3D-объект мы с вами пока не видим. Чтобы это увидеть, выбираем инструмент «Повернуть 3D-объект». Инструменты для работы с 3D-объектами находятся в верхнем правом углу. Щелкаем в любом месте изображения и поворачиваем наш объект. И действительно видим, что у нас получился кубик, на одной из граней которого нанесена фотография, которую мы с вами открыли в начале урока. Первое, что я сделаю, я в палитре 3D перейду на фильтр «Сетки». Это второй фильтр слева. Раскрою папочку «Куб» и отключу видимость всех сеток, за исключением той, которая отвечает за переднюю грань, где у нас находится фотография. Отключаем. И вот у нас осталась одна сетка с нашей фотографией. Давайте поставим ее примерно по центру. Увеличим масштаб. Выберем инструмент масштаба. И разместим на все полотно нашего документа. Вот таким образом. Раскроем папочку «Куб». Я выбираю материал спереди. На палитре «Свойства» появляются настройки материала. Немножко опускаемся вниз. И у нас есть такой параметр, как рельеф. Если щелкнуть по этой папочке, которая находится справа, щелкаем. У нас здесь есть два пункта. «Новая текстура» и «Загрузить текстуру». Вам не видно. Давайте я вытащу эту палитру. Вот у нас рельеф. Щелкаем по папочке «Новая текстура». Открывается окошечко «Новый». Соглашаемся с параметрами, которые предлагает Photoshop. Нажимаем «Ок». Теперь опять щелкаем по папочке «Рельеф». И выбираем такой пункт, как «Редактировать текстуру». Палитру «Свойства» я поставлю на место. Перейду в палитру «Слои». И добавлю новый корректирующий слой, который называется «Узор». Щелкаю по стрелочке, которая находится правее узора. Раскрывается список узоров, которые у меня сейчас активны. И у меня здесь есть вот такой набор, предустановленный набор. Я щелкаю по шестеренке. Он называется «Холст для живописи». Вот я его выбираю. Photoshop меня спрашивает, заменить текущие узоры, содержащимися в холст для живописи. Я, к примеру, говорю «Заменить», «Окей». И вот они у меня, вот эти вот текстуры есть. Я выбираю, к примеру, давайте, вот более-менее такой интересный, подходящий есть у нас холст для живописи. Можно немного увеличить масштаб. Давайте я увеличу масштаб. Примерно пусть будет вот так. 140%. Нажимаем «Окей». Закрываем материал и сохраняем. И вот вы видите, текстура у нас появилась на нашей фотографии. Как нам можно отрегулировать размер вот этой текстуры? Мы опять с вами переходим на «Свойства» и в позицию «Рельеф». И вот с помощью «Рельефа» мы можем увеличить высоту рельефа, уменьшить или вообще, к примеру, убрать. Вот я сделаю, вот примерно пусть будет. Пусть будет вот так вот. Немножко чрезмерно. Но просто я это сделал как бы в учебных целях, чтобы вы видели, какой у нас получился рельеф. Причем, как вы видели, я выбрал предустановленный узор. А вы можете загрузить абсолютно любой узор, который можно найти в интернете или даже создать самому. Первая часть урока на этом закончена. Мы с вами добавили текстуру рельефа на нашу фотографию. Теперь давайте добавим какой-нибудь логотип. Я перехожу в файл. Выбираю пункт «Поместить». И у меня вот есть вот такой логотипчик. Я его выбираю. И он у меня открывается, как смарт-объект, вот с такой рамкой трансформации. Я удерживаю клавишу «Shift» и уменьшу размер. Ну, к примеру, пусть будет вот так вот. И размещу в правом нижнем углу. Нажимаю «Enter». Применяю трансформацию. Вот такой логотип у меня интересный получился. Но он у нас не вписан в нашу картинку. На всей картинке у нас вот такой здесь есть рисунок, рельеф. А на логотипе его нет. И сразу бросается в глаза, что это как бы чужеродный объект. Что же нам в этом случае делать? Как нам разместить на этот объект ту же текстуру, что и на пейзажной фотографии? Оказывается, все очень просто. У меня активен верхний слой. Я нажимаю сочетание клавиш «Ctrl-E». У меня слились оба слоя. И теперь у меня в палитре «Слои» только один 3D слой. И самое интересное, посмотрите. У нас теперь логотип имеет точно такую же текстуру, как и вся пейзажная фотография. На этом урок закончен. Спасибо за внимание. С вами был Накрошаев Олег и сайт Photoshop Сундучок.